Для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 лет, являющихся волонтёрами, представителями коммерческих организаций, медиасферы, коммерческих сертур, реализующих социальные проекты, продолжается подача заявок на международную премию «Мы вместе». В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность национального проекта образования» указом президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи было принято решение об учреждении международной премии «Мы вместе». Международная премия «Мы вместе» запустилась с мая, с конца апреля 2021 года и является более расширенным и масштабным проектом конкурса «Доброволец России», который проводился до этого лет 10 подряд. Так как в этом году, в прошлом году акцент был сделан на акцию взаимопомощи «Мы вместе», поэтому данную премию, данный проект решили немножко масштабировать и как раз приурочить к этой акции и назвать его одноименно «Мы вместе». В этом году кампания подачи заявок продлится по 25 июля включительно. Подать свой проект может любой желающий активист возрастом от 14 лет. В премии есть четыре трека по разным направлениям. Это волонтёры НКО, бизнес, медиа и международный конкурсный трек. В треке «Волонтёры» можно подать свои социальные проекты, проекты, направленные на здоровый образ жизни, патриотику, культуру, развитие комфортной городской среды. В треке «Бизнес», как раз такие бизнес-партнёры, которые подключались к пандемии в основном, такие крупные сети, какие-то индивидуальные предприниматели могут спадать свои проекты, которые направлены опять же на улучшение благополучия жизни граждан городской среды. И есть трек-медиа, туда мы призываем принять участие всех, все средства массовой информации. Подать заявку можно на официальном сайте премии «Мы вместе», загрузив свой проект или публикацию и аргументировав цель своего продукта. Международный конкурс будет проходить в несколько этапов, на каждом из которых участникам даются задания. При успешном прохождении всех ступеней в финале состоится рейтинговое голосование, где и будут выявлены победители. Каждый из них получит грантовую поддержку на реализацию проекта и ценный опыт. Ребята в возрасте до 17 лет, волонтёры, получат по 600 тысяч победителей, до 600 тысяч на реализацию своего проекта, а ребята старше 18 лет до 2,5 миллионов. Плюс в каждом треке это информационная поддержка крупная, больших крупных каналов. То есть освещение вашего проекта может быть не только в регионе, но и по России. Также это участие в специальных образовательных программах Синежа и какие-то обучающие мастер-классы уже по направлениям. Активисты Ненецкого округа также могут подать заявку на участие в премии. Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за консультацией в региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин. Телеканал Север.